Сегодня в столице Белоруссии снова искали выход из украинского кризиса. В Минске прошло заседание контактной группы и всех четырех рабочих подгрупп политической, экономической, гуманитарной и по проблемам безопасности. Вопросы, по которым стороны не могут прийти к согласию, поправки в Конституцию Украины, местные выборы и особый статус Донбасса. Вопреки минским договоренностям, официальный Киев отказывается согласовывать конституционную реформу с Донецком и Луганском. Подробности в репортаже Алены Германовой. Второе за неделю заседание Верховной Рады и ни слова о Конституции. Ни строчки, а не и в повестке ближайших заседаний. Сдержать обещания перед западными партнерами, которые уже год ждут изменений в Конституции, у президента Порошенко не получается. Нужные 300 голосов за особый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР собрать никак не могут. В куларах Рады идет ожесточенная торговля вокруг того, кто получит места в будущем кабинете министров. Место в правительстве в обмен за нужный голос. Сегодня Верховная Рада это самый главный базар Украины, где откровенно и тайно пытаются договориться о том, как разделить должности в правительстве, каким образом будет действовать коалиция. Президент, говорю, может с ними договориться, но придется уступить, поделиться властью. Придется поделиться, скорее всего, силовым блоком, ключевыми аспектами, экономическим блоком. Это в конечном итоге тоже чревато для президента потери власти через некоторый период. Впрочем, не факт, что и после распределения мест закон примут. Масло в огонь подливает и премьер-министр. Арсений Яценюк вдруг заявил, что вопрос децентрализации должны решать не депутаты вовсе, а народ на референдуме. Пришло время украинскому народу сказать свое слово, какой должна быть новая украинская конституция в новой европейской Украине. Заявления премьера до референдума не доведут, уверяют эксперты. Это лишь попытка отсрочить децентрализацию. Внести изменения в основной закон страны депутаты должны до 2 февраля, то есть до конца текущей сессии. Срок установлен украинским законодательством. И если сейчас голосование по конституции в Раде провалится, вернуться к вопросу можно будет только через год. Предусмотреть децентрализацию они не могут. Они элементарно боятся, что это начнется переуформатирование страны по федеративному устройству. Они прекрасно понимают, что в условиях отсутствия этой единой политики, нищеты, развала все регионы страны по очереди, потребуют для себя таких же прав и такого же ослабления центра в отношении себя, как это сделали ДНР и ЛНР. Изменения в конституции, о которых договорились в Минске, должны приниматься с учетом мнения представителей ДНР и ЛНР. Но конституцию Киев решил переписать по собственному сценарию. С этим в Донецке и Луганске не согласны. ДНР официально заявляет, что статья 18 переходных положений Конституции Украины, предлагаемая Киевом для голосования в Раде, не согласована с республикой. Это является грубейшим нарушением Минских соглашений. Ее редакция также не выдерживает никакой критики по содержанию. Это юридический фейк, сфабрикованный для обмана народа Донбасса и мировой общественности. Мы не признавали и не признаем нынешние поправки в Конституцию Украины, соответствующими Минску-2. Нам они не нужны. А то, что минские договоренности должны неукоснительно выполняться, говорил сегодня в Минске полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов. Голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона об особом статусе для придания особому статусу постоянной основы. Редакция этих поправок в закон об особом статусе должна быть согласована в контактной группе. Необходимо также юридически закрепить в Конституцию Украины, что полномочия избранных на выборах в Донбассе по отдельному закону лиц не будут прекращены в 2017 году, как это предусмотрено конституционной реформой для всей Украины. Свои предложения по поправкам представители ЛНР и ДНР готовы обсуждать в Киеве, но их там, похоже, не ждут. Сообщения об обстрелах населенных пунктов Донбасса украинскими войсками продолжают поступать. 222 раза обстреляют территорию ДНР. В ходе обстрелов противник применял запрещенные минским договоренности вооружения РСЗО БМ-21 «Град», минометы калибром 120 и 82 мм, БМП, РПГ, СПГ и стрелковое оружие. Есть огромное количество, скажем так, людей, которые до сих пор вынашивают планы решения проблемы Донбасса силовым путем, а именно началом нового военного наступления. В пользу подготовки к силовой операции говорят и недавние заявления украинских военных. Они требуют, чтобы специалисты ОБСЕ демонтировали камеры видеонаблюдения, которые недавно установили на линии разграничения. Якобы они раскрывают расположение только их позиций. Эксперты не исключают, украинские военные могут готовить масштабные провокации с применением тяжелого вооружения, чтобы потом обвинить в этом ЛНР и ДНР и найти повод для прекращения переговоров. И это на неопределенное время заморозит минский процесс.